Ну и давайте заканчивать сегодняшний обход. Осталась самая болезненная тема. Не дособирал я. Видите, какие дырки делают грызуны. Смотрите, сюда, 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 сюда. Понятно, да? Это зубы. Это зубы, это зубы. Вон, еще зубы. Неужели крысы? Мы что, так прогрызть? Вот. Смотрим на масштабы. Если приглядываться. Я этот фильм в одном показывал. Вот. Сколько мы не дособирали. И по делам не дособирали. Накормили мышей. Потому что даже то, что было собрано, пробовано не было. Половина осталась. Вот. Это такая тенденция. Чем больше про меня узнают, тем меньше покупают. Почему? Потому что общая тенденция к сокращению садоводства. Причем причиной я его называю. Это полное, стопроцентное разочарование. Не веря в то, что может что-то вырасти. Еще раз скажу. Успеваю. До сих пор тех, кто купил у меня еще сухие семена. То есть до стратификации. Многие. Хотя каждому высылал ролики. Смотреть-то тоже бывает не хочется. И в результате... А, нет, еще не в результате. В общем, те, кто покупал у меня стратифицированное, все еще держат их в холодильнике, по грибах достают, ковыряют, находят. Проклюнущие высаживают чуть ли не по одной. И ждут, когда зайдут другие. Ошибка страшная, друзья. Пришло время. Садитесь все подряд. Программа у них разная. Они не должны все всходить. Да еще в холодильнике, в холоде. Уже у вас тепло. У вас же земля прогрелась. А вы держите в холодильнике и ждете, когда проклевываются. В холодильнике проклевываются самые нетерпеливые. Вот так вот. Теперь смотрим сюда. Я обнаружил еще один этот... Мышина эта. Ведь смотрите. Давайте поближе. Как-то мимо ходил. Видите, что делается? И тоже... Не то, что там они лопнули, хотели взойти. Нет. Они прогрызены. Они прогрызены. Согласны? Вот. Убеждать больше не надо. Смотрите размеры. Вот. А это вам не шутки. И что интересно. Вот это королевский абрикос, да? Он хоть измельчал, в отличие от... На том участке крупные. Они растут отдельным ареалом. И некому... Некому их измельчить. То есть они опыляют друг друга. Все крупные получаются. А здесь... Кругом плебеи растут. Рядом. Вот плебей. Видите? Вон как цветет. Ему побарабану эти. Два-три градуса мороза. Вот. И они умудрились. Я смотрю, здесь крупных костик-то почти нет. Да я и собирал тщательно. Ведь это же королевские. Каждый на вес золота. А сюда натаскали мелочи. Я тут сроду не было. Чего бы она взялась. А мелочь-то она далековато растет. Это надо умудриться. В основном вот там они. Это метров 5-10. Получается. От этого места. Натаскали. Явно, что здесь был сделан этот. Так называемое столовое. Ресторан, кафе. Или может быть просто кладовка пищевая. Вот. Смотрите сколько их. Все, что я не собрал. Все было стаскано сюда. И за зиму съедено. Зачем показывают? Для меня это само вновье все. Друзья. А это показано вам для того, чтобы вы знали. Что когда у вас нет сходов. Это еще не значит, что они не взошли. Это отметаем во многих случаях. Что семена некачественные. У меня некачественных не бывает. Отметаем вариант, что посажены неправильно, не вовремя и так далее. Дело в том, что остается еще вариант. Спокойно выкапывают из земли. Может быть запах. Может это. Если бы не тот человек, который мне позвонил или написал, не помню, и сказал, что он нашел кладовочку, где все до единого косточки были с его грядок собраны. Вот такую же кучку. Вот. Вот тогда, с тех пор, я только и стал наблюдательнее. Ну, правда, и это. Почему у меня в те годы не было? Собирал почистую. А последний год был, то были у меня просто большие урожаи. Это сверх урожай. Попробую собили. И вот результат. Накормил всех мышей и грыз в окрестностях. Для чего я еще раз говорю это, повторяю, чтобы конец нашей этой съемки, конец нашей передачи. Друзья, у меня остались косточки сухие. Вот. Если приглядеться к этим деревьям, да, вот. Ну, урожая жду. Но такой слабенький, что он, если бы не заморозка, он был бы половинный от прошлого года. С заморозками он может быть 10-20% от того, к чему я привык. Так. Но наберется 20 ведер, 50. Где-то в душе мечтаю о 100 ведрах. Абрикос. Но разбег такой, то ли 10-20, то ли 100, что и вообще понятия не имею, что будет. А будет ли еще заморозки? А будет ли град, который бывает? И все бывает. Вот. Поэтому не забывайте, что у меня есть урожай 2016. Я снизил цену на 20 рублей. Вот. Они прекрасно хранятся. Вот. Пожалуйста, подумайте, стоит ли рисковать, но я куплю у Железова следующий урожай. Ну, то, что все они купят, это 100%. Вот. Особенно те, кто не спешит. А может быть, надо вот сейчас, именно сейчас заказывать косточки. Вот. Этим вы поможете мне. Этим вы поможете тем, я не скрываю свои эти самые действия. Вы поможете тем детям, по которым плачут детские дома. Вот. Я их чудом удерживаю с помощью тем, что зарабатываю и помогаю. Вот. А для вас это лишний шанс. Если у меня следующий урожай вам косточки не достанется. Когда вообще? Вы купите вот то, что я держал в руках, это, извините, дерьмо в руках. Дерьмо нет. Они, когда их вырастили, эти карлики, да, вот эти, в Крыму. Их в Крыму и надо было садить. Поняли? Вырастили в Крыму, в Крыму и надо садить. Им без разницы, куда слать. Я вот просто призываю не связываться с этими. Они становятся дрянью, когда переезжают к нам в Сибирь, на Урал, Приморье. Вот. В северной Москве, даже южнее Москвы. Возможно, даже южнее Москвы с них толку не будет. А для вас шанс это посеять семена. Семена яблонь, семена груш, семена слив, семена абрикоса. Вот в чем ваше будущее, друзья мои. Вот. Тогда у вас будет такой же сад. Он не выглядит сильно уже таким, это. Вот деревья, которым по 25 лет, они так избиты. Но и все равно в сухом климате они не болеют. Они умудряются быть изувечены. Но здоровые листья, здоровые плоды, больных плодов не видел ни разу. Плесени, грибов не видел ни разу на листьях, на этих. Вот. И что получается? Получается, что возможности гораздо шире. Видите, посадка на холм. Вот она. Вот и, пожалуйста, все сухо. И еще, я так думаю, еще лет 10-20 проживет. И порадует нас. Но пока мы с вами порадовали только мышей. Это, кстати, не последнее. У меня еще, я вам показал сколько. А, три. Еще у меня четвертое такое из хранилища. Вот. Пока мы радуем не садоводство. Пока мы радуем только мышей. Покупайте быстрее эти семена. Иначе можно просто однажды оказаться в такого разбитого корыта, что уже никогда у вас сада не будет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...